всем приветики пришла мне такая посылочка вроде как из китая заказал но она пришла из россии из москвы от транспортной компании аздек наверное я не знаю хотя по идее она шла из китая потом как-то попала туда а потом ко мне попала и на упаковке написано что типа из москвы что-то такое но короче ну короче я не понял но вроде как аздек это же российская штука в общем оттуда пришло обычно причем курю я курьером доставили прямо до дома в обычном пакете доставили номер была упакована обычный пакет внутри почтовая в обычный пакет внутри была такая вот полная пленочка поролоновая несколько слоев довольно таки хоть и нету пупырки в пакетике но такие слои доли таки много намотана или и по идее на нормально защищена внутри еще понимаете этой упаковки из этих слоев еще он пупырка видно из пакетик модель чайна написано zip пакете кстати можно открыть что круто не разрывая вот он пакетик здесь какая-то инструкция по-видимому или что это наверное инструкция по идее сзади ничего нет а спереди dual channel segment music в общем это спектр музыкальный спектр визуально короче это спектр визуализирующий музыку здесь расписано видимо как как это все работает но я ничего не понимаю конечно же но может быть кто-то из смотрящих понимает но мне это надо все будет переводить переводчики чтобы понять чего здесь вообще пишут из такой кабель который вставляется это вставляется в сам сам в само устройство это в компьютер видимо для питания или чего а здесь уже разветвлитель между между как бы аудиоразъемами чтобы но он какой вставляется в аудиоразъем а сюда обычно ну то что стоял аудиоразъем я сюда собственно вот эта штука и вставляется распакую чем-нибудь в итоге начал резать ножиком там немножко потянул порвал она реально хорошо упакована помимо тех всех слоев пленочки которые мы видели эту поролоновую плюс еще пуп то столько слоев пупырки но она обмотана плюс здесь еще два таких здесь еще такие две штучки пепель пена ну не пенопласта но тоже крис какой-то пены сделаны и вот такая вот штучка собственно она и будет показывать визуализацию звука там кстати был вариант 2 варианта эта штучка все разобранная прям реально плата все эти вот вот эту штуку нужно припаивать кнопочка там была какая-то ее тоже короче все нужно припаять вот эти вот штуки все вон внутри которые нужно припаять самому и она стоит там долларов 17 а есть собранного такая уже готовая ее нужно тогда нужно долларов там 25 по моему стоит что такое на заказал готового потому что саму понять ну это ну как бы не очень круто упал она поломанная пришла реально ну то есть то есть куска нету а ну типа здесь должен быть такой кусок реально поломанная куска нету и причем чем здесь его тоже нету то есть в упаковке его не было получается и в зип-пакете я же зип-пакета достал потом отсюда достал ничего нигде не упадало то есть мне заранее положили такую поломанную штуку ну тогда я буду открывать спор раз они так ничего себе обнаглели заранее ладно бы если бы она в пути там поломалась ну не повезло но они заранее такую положили то есть типа специально типа ну куда такую девать поломанную отправим покупателю ну так тогда верну доллара там закажу там доллар три четыре посмотрим как им тогда весело будет спортом и все то что они у них идет на сборку пойдет на это не ну они реально обнаглели ничего себе заранее специально положили хорошо что я снимаю распаковку но можно потом будет доказать что типа реально было короче сюда вставляется вот эта вот штука здесь кнопочка не знаю для чего она и по идее все эти этики наверно здесь они будут светодиодики мне кажется но не типа здесь они будут светодиодики хотя было бы логичнее чтобы они были с этой стороны или они с этой стороны будут ну типа чтобы она здесь мигала потому что здесь будет провод кнопка наклейка ну да наверно ну да наверно все-таки с той стороны здесь видно какие-то штучки торчат типа как раз таки ноги припаян x а вот сам паять как ты сразу столько ног припаяшь аккуратненько ты нужен пен скорее всего специальный которым появится у меня такого нету ну такая штучка не подключают компьютеру и она стоит показывает музыку в общем то это все что можно сейчас посмотреть на ней а дальше нужно просто подключать и смотреть как она работает на компьютере но вот это вот штука это реально неприятно не спится они уже поломану мне по ну видишь ты что поломанное ну положи другую а здесь с ними эту штуку тышь ну ты же продавец у тебя же много таких штук ты же ты же это делаешь с ними эту штуку сделаю новую приклей новую все а это уже выкинили нет они взяли отправили покупателю ну жесть просто я еще кстати начал думать о том что как сюда подсоединиться ну вторым один на наушники вставится а второй как сюда придет кабель начал здесь искать и заметил что кабель вот здесь то есть получается вот это питание а вот это звук с которой она будет брать визуализацию то есть это вставляется в компьютер сюда вставляется то что было подсоединено сюда в компьютере то есть наушники или колонки а здесь уже ну вот эта штука до чего же это крутая штука это просто зацените я прям аж кайфую я такую еще одну куплю это просто жесть в общем вот для чего перепокупал переходник здесь теперь удобно вставляется это удлинитель для разъема наушников или колонок сюда вставляется разве вот это удлинитель в него вставляется развитие в него вставляется наушники и вставляется кабель с вот этого спектра для того чтобы он мог слышать звук ну и питание на спектр подается через вот это вот юсб-шку и все то есть он просто подключается просто в него сзади вставляется штекер подключается к юсб-шку берет питание и в аудио разъем берет звук а чтобы ну он же если он займет аудио разъем вы же не сможете слышать звук поэтому переходник шубы и звук слышали и визуализация работала все на столе не нужно не нужно лезть туда за за компьютер а дальше просто включается музыку и все оказывает звук левый канал правый и спектр звука это более-менее громкость нормальная это уже немножко громковатая красная и причем еще и лампочки показывает максимальный уровень а потом постепенно падает то есть вот они еще держатся потом так не спеша падает это круто и когда звука нет а просто стоять на самом конце то есть и звук играет и и видно его это реально круто почему музыка такая хорошая ее можно вставлять в любое видео не требующее авторских прав играет из фонотики ютуба тайм ту спейт спейр тайм ту спейр называется классная музыка вот реально крутая штука я доволен покупки и хочу теперь наверно такое второе типа чтоб одна слева стояла а другая справа хотя она и так показывает два канала левый правый но в принципе можно и на микрофон поставить поставить в разветвитель микрофона такую штуку ну то есть она будет показывать звук но я так и хотел чтобы она показывала звук левый правый стояла например слева монитора а вторая справа монитора и показывала уже микрофон то есть туда куда подсоединяется микрофон тоже взять такой удлинитель чтобы на стол выходил и дальше выставляется разветвитель микрофон и и этот спектр и получается когда ты у тебя будет звук играть здесь будете показываться а когда будешь микрофон говорить что здесь по идее будет дергаться хотя не знаю будет ли микрофон работать то надо проверять. Хотя вот подключил микрофон, не знаю почему, но почему-то спектр всегда горит на максимуме. Вот встал микрофон, подключил удлинитель в разъем для микрофона, почему-то не работает. Не знаю почему. Почему-то спектр... Хотя вот можно проверить как спектр на максимум выглядит вот таким вот образом. Ну вот теперь таким вот образом будет выглядеть мой рабочий стол. С микрофоном получается оно не работает. Ну вот теперь круто, я могу увидеть звук. То есть я включаю музыку. Она вроде как включилась или нет? Да, все работает просто. Оказывается из-за того, что динамики я перевтыкал, сбросилась, нужно было обновить страницу. Обновил, все заработало. Теперь вот так. Играет музыка. Там мигает спектр. Показываю музыку. Ну то есть он мигает в такт музыки, чтоб ты видел. И у тебя каналы показывают лево и право, как они работают. И ты и слышишь. Это реально крутяк. Ты слышишь и видишь. Это прям такой кайф. Я когда первый раз включил, прям реально кайфанул. Ещё и музычка такая приятненько попалась. И спектр работает. То есть ты включаешь спектр, он так красиво мигает. Плюс ещё и музычка такая приятная. Вообще по кайфу. Сейчас попробую его ближе показать. Ну в общем вот так вот выглядит спектр. Как я и говорил сзади. Ну кнопку я кстати не нажимал. Меня пока что в принципе и так устраивает. И вот они светодиодики. Включаешь музыку. Реально крутая штука. Мне нравится прямо. А кнопка сзади нужна для переключения режимов работы визуализатора. То есть включаем. Вот это стандартный, который стоял. Типа играет звук. И спектрики показывают его максимум. Потом падают. Переключаем. И уже без верхних индикатор. Которые потом падали. Переключаем. И они падают не вниз, а вылетают вверх. Максимальные точечки. Переключаем. И оно вообще не снизу вверх, а от середины в разные стороны. Но тогда красное вообще не в тему. А так вообще без основного спектра только верхние максимальные индикаторы мигают. Но мне это такое самое классное больше всего нравится. Удобный. И все будет теперь у меня вон там стоять. И показывать музыку. Ну а на этом все. Такой это индикатор. Хотя это не индикатор музыки, а спектровизуализатор музыки. Реально музыки. Потому что микрофон... Но микрофон, к сожалению, не работает. Не знаю почему. Вот. Ну а на этом все. Всем пока этого. Субтитры сделал DimaTorzok